МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Праца в новых умовах. Предприемство «Светлогорск Химволокно» сегодня наведа у старшиня комитета державного контроля Беларуси Леонид Анфимау. Словы поддержки партнерами Сябрам, Адемя Жихаров, Гомельская область накеровала послание за подписом старшиней Аблвы Конкама Геннадия Соловья у итальянские регионы и городы. Додатковой макшимости гомельский филиал республиканского гаонитарного предприемства «Белпошта» поширает спис послуг, які оказываются насильництву. А зараз об этом иншим больше подробязна. Повеличение выпуска нетканных материалов для вытворчасти одноразовых масок и оховной вопротки. Новые контракты и задачи. Сегодня на Светлогорском предприемстве «Химволокно» побывал старшиня комитета державного контроля Республики Беларусь Леонид Анфимау. А в том, как тут працуются в новых умовах, которые диктует сусветная экономика, сюжет Марины Джалой. Полная загрузка могутности, праца утрезмены, новые контракты и буйные заказы. Несприяльная эпидемиологичная ситуация у Свети повплывала у темлику и на работу «Святогорск» «Химволокна». На предприемстве довелось ускоротить выпуск поколь незапотребованной продукции и резко повеличить життёво необходной. Тут докладно разумеют отказность, яка зараз стоит перед керавнистом и усім коллективом. Осознание того, что мы сейчас помогаем сохранять жизни людей, то есть заставляет нас к этому относиться как-то по-новому и с большей ответственностью. Менш стали выраблять полиэфирную нитку. Это связано со снижением попыту сбоку предприемств, которые, например, вырабляют текстиль для мебли и автомобилей. Зато и повеличился объем выпуску нетканных материалов для вытворчасти одноразовых масок и охонной вопротки. Традиционные сегменты применения нетканных материалов, такие как мебельный сегмент немножко сокращается ввиду того, что различные введенные карантинные мероприятия на территории европейских стран сокращается покупка конечными потребителями мебели, матрасов и других изделий для домашнего обихода, так как запрещено даже выходить на улицу. Но увеличивается в это время заявки на производство материалов для спецодежды, одноразовые одежды, масок, бахил. Вытвор шестью нетканных материалов для выработки масок и одноразовой вопротки в Беларуси займается выключено Светлогорское химволокно. Только у Соковику на внутренний медицинский рынок отгрузили в 5-6 разов больше такой продукции, чем, чем завершенно. Каля 60 тонн за место 10. Значные поставки и на экспорт. В настоящий момент порядка 400 тонн это наши поставки на медицинский рынок. Это главным образом экспорт. То, что касается рынка Беларуси, то 60-70 тонн в марте месяце были поставлены. Рекордные объемы сразу для рынка Беларуси это очень много. Для выконания у всех контрактных обвязаний стояки мая предприемства перед заказчиками спотребится каля 4-х месяцев круглосуточной працы. А кроме того, зараз можно смело займать ниши, которые у промысловости вызвалились из-за пандемии. Предприемство экспорта ориентированное. Коли, как кажут, просили одни рынки, можно смело выходить на инше. Шукать заказчиков активно представлять свою продукцию. И не забывать так само про белорусских споживцов. Мы можем даже за счет того, что внутренний рынок загрузим, повысить эффективность работы данного предприятия. Ведь смотрите, мы завозим сегодня на несколько десятков миллионов долларов продукции по профилю деятельности только Светлогорске химволокно. Вот, если бы даже вот эту всю продукцию по импорту заместить той продукцией, которую выпускают на химволокно, мы смогли бы на 20% пунктов снизить объемы экспорта, если вдруг нас не примут на рынках традиционного экспорта. Усяго в этом месяце предприятие предприятие заключило свыше двух десятков новых контрактов. Первую парту дублирующих неотканных материалов поставили у Китай. Усяго в географии экспорта около 30 краин. На их припадает прикладно 70% продукции Светлогорска химволокна. У их лику Польша, Германия, Франция и Италия. Марина Джалая, Игорь Маришенко, телерадио компания Гомель со Светлогорском. Словы поддержки итальянским партнерам и сябрам в связи с пандемией коронавируса. Один мяже хоров Гомельская область накировала послание за подписом старшине Аблаканкама Геннадия Соловья в итальянские регионы и городы, а так само в посольство Италии в Беларуси. Под обязанностью в материале Ганны Корольчук. В Гомельской области, которая наибольшь потерпела от катастрофы на Чернобыльской АЭС, выросло не одно поколение детей, которые наведывали гостинные итальянские семьи. В этом накерунку итальянский бок подтримливая Гомельщину больше за 30 годов. Только про здобраченное объединение допомога детям Чернобыля за этот час оздоровилось свыше 120 тысяч детей. Итальянцы так само допомагают с родками социальным установам. Наводь сенья подчас разгару эпидемии Ассоциация допомога детям Парма перелечила грошины на быте медицинского обсталявания для кармянской ЦРБ. Такая чуласть краная до слез. У свою чаргу необыяковые белорусы стараются подтримать итальянцев добрыми словами. Огромные слова благодарности итальянским семьям, итальянским организациям, итальянскому народу за то, что они делали и то, что они собираются продолжать делать. Я в этой ситуации от себя хочу сказать той же Италии. Вы должны знать мы с вами. Сотни тысяч белорусских людей с вами. Их сердца с вами. И я не сомневаюсь в том, что итальянская нация очень сильная. И конечно же вы победите. На жаль, сирот тех итальянцев, кто поддерживал Гомельскую область и помогал в развитии относительно, так же есть хворые на коронавирус люди. Что день Енаць Карецкий отримывает тревожные листы от итальянских сябров. Пиль насочет за ситуацией в полдневой краине наша коллега, режиссер Вольхас Лесаренко. Для учена больше за 10 годов наведовала Италию в рамках доброчинных программ. И сябров свою чергу выучали культуру и историю Беларуси подчас визитов на Гомельщину. Зараз Вольха закликает у всех звернуться до Италии с поддержкой в социальных сетках. Такая ужасная ситуация там и я им оказываю моральную поддержку пишу звоню чтобы хоть чем-то помочь мне очень жаль что такое происходит не только в Италии по всем мире надеюсь что скоро все пройдет Андра тутто бене Подделяем смуток тех кто стратил своих родных и близких Жадаем худшайшого выздоровления за хворелом Захапляемся мужностью убрать без эпидемии Такие слова значатся у послания итальянским партнерам от Гомельского облваканкама Уим гучить упевненность тем что расшучая мера итальянских уладов медиков и допомога сусветной супольности дозволят переодолить тяжкое выпробование и с оптимизмом вернуться до незвыклого укладу життя Сегодня мы с тревогой наблюдаем за событиями которые происходят в Италии У нас давнешние экономические социальные связи В свое время Италия протянула руку помощи Белоруссии нашему региону Наши дети отдыхали в Италии согреты любовью теплом итальянского солнца Пришло время нам высказать свои соболезнования от лица Гомельского областного исполнительного комитета от имени председателя областполкома от имени жителей всей Гомельской области направлены соболезнования в пострадавшие регионы Семь листов накерованы керонникам городов и регионам побратимов Один послу Италии Белоруссии Марио Бальди Зараз у их краине инфицирована омаль 70 тысяч человек Огольная колькость загинувших от коронавируса 6820 Самый час доброзачливым белорусам звернуться до итальянцев со словами «Наше сердце с вами» Я так само была одной из тех кто в своем детинстве наведывал Италию по здоровленной программе после Чернобыльской катастрофы Тому одемя усіх удячных жихаров Гомельской области хочу выказать словы поддержки итальянскому народу в этот непростый час Ганна Корольчук Андрей Иванов Телерадио Компания Гомель Областная прокуратура сельского господарства сельского господарского года Увага 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 Пятнадцатого соковика со стороны со стороны должностных лиц нанимателей а сколько нарушений самими работниками И вот задача именно вот этот человеческий фактор ну как говорят приостановить Олег Сенчаров Дмитрий Котов Валерий Гопанько Телерадио Компания Гомель Добрушский район Усувязи с пандемией коронавирусу Гомельский филиал Республиканского унитарного предприемства Белпошта пошыраясь без послуг якія оказываються насельництву У приватности размова идет про бесплатную доставку харчовых промысловых и будовничих материалов Як гэта отбывается на практице наши корреспонденты доведалися на прикладе Жлобинского регионального узла поштовой Сувязи Жлобинский узел поштовой Сувязи предприемства региональное У зоне его отказности Жлобинский Октябрьский Светлогорский и Рогачевский районы Мясцовое насельництва постоянно обслуговывает 111 объектов Сувязи стационарных и перасовных При этом размова не идти об оказании выключено поштовых послуг Сучасная пошта предприемства шмат функциональная Сегодня тут можно без проблем набить продукты харчевания При жадании их принесутся до дому Причем доставка абсолютно бесплатная Что дышится кошту продуктов то они звычайно такие же как угандлевая сеть и даже ниже Воспользоваться полным перечнем наших услуг а также приобрести товары повседневного спроса можно не только в отделениях почтовой связи но и на дому Наши почтальоны принесут любой вид товаров как промышленную группу так и продуктовую группу на дом нашим пенсионерам или нашим клиентам согласно заявочке оставленного в отделении почтовой связи Для этого достаточно сделать звонок в обслуживающее отделение связи и оставить заявку У паштальона Марии Снегировой працовный день начинается еще до официйного открытия почтового отделения Причем разом с газетами часто приходится носить еще и продукты харчевания Особливо часто такие заказы робят пенсионеры какие мают проблемы со здоровьем 2 килограмма муки килограмм сахара масла хлопья как-никак все-таки 800 грамм 500 гречки килограмм тяжелее Сгодно с правилами сумка паштальона не может перевышать больше 7 килограммов тому выконать все заказы за один раз совершенно не отримывается У гумельском филиале Руб Белпошта ситуацию разумеют и мкнуться за охватчивость работников за кошт прибытку предприемства ему якости премии выплачивается 5% от агульного кошту заказу обовязковое потребование выкористовывать марлевые маски и перед сустречой с человеком опрацовывать руки специальной ваткостью с утрыманием спирта На основании списка я вам все принесла может что моющая чистящая надо подумайте если что давай с пенсии ну хорошо принесу с пенсии хорошо Кожная доставка оформляется специальной квитанции с указанием принесенных продуктов ци товаров и их кошту А прошатаго паштальон может на место принять оплату за коммунальные послуги и принести пенсию Навод кали пенсионер ранее отрымлива ее на паштовом вузле Необходно только как человек поведом об этом вуз пенсию допустим я получила уже а чего-то мне не хватает ну так я звоню у Марина а тут же приносит мне в тот же день Олег Сентьеров Евгения Кухаронок Валеры Хапанько телерадио компания Гомель Сажлобина На наступном тыдне у Гомеля отбудется 16-я сессия областного совета депутатов на разглядженні с правоздача старшиней Абловы Конкама Геннадия Соловья обработке господарчого комплексу региона у 2019 годе Регистрация депутатов и запрошенных будет проходить с 30-го саковика с 13-15 до 13-30 Початок сессии у 14-го годин Гомельский Державный Технический Университет Мясухого обвестил набор на новой специальности конструювання и вытворчость выработок композиционных материалов и промысловые роботы и робототехнічные комплексы Первая специализация открыта на механико-технологичном факультете Тут будуть навучать специалистов у галине створения новых композиционных материалов без яких тепер не выходится ни одна галина промысловости от тяжкого машинобудования до сельской господарки спорту и туризму Другая специализация промысловые роботы и робототехнічные комплексы з'явится на машинобудовничем факультете Сегодня роботы выкористовываются так само практически во всех сферах Для будущих студентов продугледжена дзенная форма навучения термін 4 года Побудля попередней информации по каждой специальности будет набрана группа по 20 человек включающи бюджетные и платные месты Завтра отбудется промая линия и прием громадян керавництвам Министерства по надзвычайных ситуациях Беларуси С 15.30 до 16.30 на пытание Жихаров откажет первый наместник министра по надзвычайных ситуациях Беларуси Александр Худалеев Папередний запись на прием по телефоне 25 29 И он пройдет Гомельским областным управлений по адресе Праспект Речицкий 35А Так само можно будет звернуться по номеру промой линии 34 73 45 ГТА А так само инши новини информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен Усягу доброго До новых встреч в эфире Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев Здравствуйте В Гомельской области за два месяца из нелегального оборота выведено 84 единицы незарегистрированного оружия более 5000 единиц боеприпасов различных калибров около 500 взрывных устройств и свыше 18 килограммов взрывчатых веществ В управлении внутренних дел Гомельского облсполкома подвели итоги мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия Проводились они вперед с 3 февраля по 20 марта За это время в территориальную ОВД поступило 14 сообщений о незаконном хранении оружия и боеприпасов 12 подтвердилось Все, кто добровольно сдавал арсенал освобождались от ответственности иные лица привлекались Так, за незаконное действие в отношении огнестрельного оружия боеприпасов и взрывчатых веществ было возбуждено 17 уголовных дел За незаконное действие в отношении охотничьего оружия привлечено к ответственности 11 человек В Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания Никто не пострадал однако могли бы Свидетелями происшествия стали трое местных работников Они покинули здание после того, как услышали громкий треск на втором этаже По данным работников МЧС обрушились 6 плит на площади около 50 квадратных метров на наружных стенах появились трещины Здание огородили людей внутрь не допускают Причина происшествия устанавливается Вопросы по демонтажу рухнувших конструкций рассмотрены сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Методист Светлогорского райисполкома фиктивно оформила сожителя опекуном вымышленных детей и жила вместе с ним на пособие Учерб бюджету составил почти 30 тысяч рублей Крупное мошенничество выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Светлогорского РУВД Под подозрение попали бывшая методистка сектора охраны прав детства и ее сожитель Пара совершила преступление еще в 2015 году когда женщина работала в отделе образования Светлогорского райисполкома Мошенническая схема действовала до момента пока в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов А выявленные несоответствия сообщили в милицию За пять лет пара успела получить почти 30 тысяч рублей Их действиям следователи уже дали правовую оценку По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело Это все новости на сегодня Оставайтесь с нами и берегите себя Я Руслан Габрилев Благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель Новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте В чемпионате Беларуси по волейболу продолжается пауза связанная с профилактикой коронавирусной инфекции Решение было принято в разгар стадии плей-офф в элите мужского чемпионата В квартете сильнейших где выступает и гомельская энергия как раз стартовал третий круг четвертьфинального этапа Последние перед паузой матчи напомню команды провели 18 марта уже при пустых трибунах Вынужденный игровой простой гомельская дружина старается проводить с максимальной пользой В тренировочном процессе изменений никаких все по плану а вот на быт игроков ситуация с коронавирусной инфекцией повлияла На данный момент игроки вся команда придерживается рекомендаций Министерства здравоохранения что касаемо личной гигиены что касаемо самоизоляции это все находятся на местах проживания и минимальными переездами являются переезды на тренировку для поддержания физической формы и физического состояния игроков Дом-тренировка дом игроки к ограничениям относятся с пониманием здоровье свое и окружающих важнее в самоизоляции есть и плюсы теперь можно больше времени уделить семье и полностью сосредоточиться на волейболе Просто можно где-то дома больше времени семье уделить но тренировки повторюсь точно так же мы два раза в день тренируемся точно так же и все тренировки в неделю у нас проходят поэтому ничего наверное поменялось только что скажем так где-то меньше выходишь людные места посещаешь какие-то там мероприятия Стадия плей-офф кульминация сезона к этому этапу все команды стараются подойти на пике формы кому же в нынешнем году нокаут-раунд в интересах сборной страны планировали провести в сжатые сроки так что календарь был весьма насыщенным не растерять набранную форму игровой азарт главная задача которая сейчас стоят перед тренерским штабом и волейболистами отсутствие полноценной игровой практики вынуждает немного корректировать тренировочный процесс конечно между собой какие-то усложненные ситуации создаю чтобы приближены к соревнованиям то есть много масса ситуаций которые приходится искусственно создавать чтобы не потерять этот игровой ритм конечно спарринги были бы на пользу в этот период но нету решаемых значит так вынужденная пауза дает еще один бонус есть время на то чтобы полностью восстановиться залечить травмы во все оружие подойти к решающим матчам перерыв в волейбольном чемпионате пока продлится до 6 апреля решение о дальнейшей судьбе турнира федерация примет ближе к этой дате пока и команды и болельщики в ожидании Илья Рудский пополнил состав Речицкого спутника выступающего в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси воспитанник столичного футбола минувший сезон провел в составе Бобруйской Белшины 21-летний игрок призван усилить защитные ряды Речицкого коллектива на этом пока все с новостями спорта ознакомил Максим Савин оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова